Добрый день дорогие садоводы! В сегодняшней аудио статье поговорим о том, как размножать туи черенками зимой. Туя это вечно зеленое хвойное растение, которое используется для украшения практически любого сада. Туя отлично размножается весенними и осенними черенками. В сегодняшней аудио статье вы узнаете именно о размножении туи черенками зимой. Черенкование это относительно быстрый, доступный и несложный способ размножения. Выращенное растение менее крепкое и стойкое, чем послесеменного способа. Однако это не преуменьшает популярность данного метода. Плюсы размножения туи черенками. Сохраняет специфику внешнего вида, передает материнские качества. Быстрое выращивание, 2-3 года и молодая туя есть. Заготавливать черенки туи необходимо именно с осени, если говорим о размножении черенками зимой. Вегетативный способ и предупреждающая заготовка относятся также к минусам метода. Причем при наличии ошибок посадка может и не удастся. Заготовка черенков туи с осени и размножение хвойного дерева зимой увеличивает шансы на успешную посадку. Почему же надо заготавливать именно с осени? В конце данного периода у туи снижается движение соков в стволе, поэтому пострадавших веток после обрезки и заготовки черенков будет гораздо меньше. Однако времени на заготовку уходит больше, чем в период активного роста почек. Как заготовить черенки туи? Выбрать для обрезки верхние побеги. Черенки должны быть срезаны с 3-х летней давности веток. Черенки срезать полностью одеревеневшие. Длина черенка до 50 см. Что необходимо сделать после заготовки черенков? Очистить черенки от листьев, оставив лишь часть коры с пяточкой. Обновить места, где кора отходит или удалить ее. За 30 мм до пяточки не должно быть листьев. Способы укоренения при размножении туи черенками зимой. Укоренять черенки туи можно в воде, в песке или в субстрате и под пленкой. Садовод выбирает метод укоренения на свое усмотрение. Размножение в воде – один из самых простых и менее затратных способов укоренения черенков туи зимой. Укоренение в воде. Набрать в емкость воду. Высота столба 15 см. Опустить по 3 черенка в каждую банку пяточкой вниз. Следить, чтобы оставшаяся пара листьев не соприкасалась с водой. Переместить емкости в прохладное место с умеренным освещением. Воду необходимо регулярно менять, а баночки промывать, чтобы не образовывалось плесени. После появления корешков можно пересадить черенки, теперь же саженцы туи в новый почвенный субстрат. Укоренение туи в пленке и в субстрате. Моксфагнум, корневин и пленка – это все, что вам потребуется. Выложить на пленку, разложенную вдоль моксфагнум, пропитанной водой. Посыпать его корневином. На материал для развития положить черенки туи. Закрыть пленку. Пакет или пленку необходимо периодически раскрывать, чтобы черенки дышали. А мок также можно время от времени менять или увлажнять. Как только появятся полноценные корешки, можно пересаживать в субстрат в домашних условиях. Как только черенки туи дадут побеги, а погода будет приемлемой для высадки в открытый грунт, необходимо выбрать постоянное место посадки и переместить саженцы туи в землю. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю статью. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на сайт. Мы всегда рады новым посетителям. Продолжение следует...